Поздравляю всех с Новым годом. Аугурию a tutti и субботно нового. И я хочу передать вам поздравление, которое Григорий Петрович передал всем последователям. И я хочу передать вам поздравления, которое Григорий Петрович передал всем последователям. Григорий Петрович пожелал нам счастливого нового года, удивительного наперемены. Григорий Петрович че аугурато унанно ново филиче, пьено ди cambiamentи меравелиоси. То есть если он это продумал, проговорил, он это увидел. Какие удивительные перемены в этом году счастливые ожидают все. То есть если он думал, если он сказал в высшем голосе, то он увидел и увидел эти перемены, мировоззрительные, удивительные, которые нас ждут в этом году. И дело опору на то, что концепция спасения основана на том, что явление реальности мы воспринимаем в виде оптики. Мы с вами выделяем эту оптику удивительные перемены, счастливые перемены, удивительные. Это какой-то свет. Мы сейчас индивидуируем эту оптику, индивидуируем эти перемены, мировоззрительные, удивительные. Индивидуируем именно этот типо для луки. Так как Григорий Петрович дает информацию, любую, прогноз любой, в идеологии именно вечной жизни, вечного развития. И сейчас Григорий Петрович дает всегда любую информацию, любую предупреждение, любую предупреждение в обществе. То он реализует, таким образом, политизацию общества. Когда мы с вами хотим посмотреть его прогноз, какой он видит 23 год, каким он его увидел, удивительные, счастливые перемены. И сразу видим сферу политического управления, сразу перед нами встает. Когда мы видим его предупреждения, когда мы видим как он, как Григорий Петрович, увидел в 2023 году, Мы можем так сразу же воспринимать, сразу действия, по реализации того прогноза, которую он увидел. Вот Григорий Петрович сразу это увидел и нам показал это год удивительные, насчастливые перемены. То есть Григорий Петрович он увидел и показал, что этот год будет замечательный, очень удивительный, потому что он приводит к изменениям, замечательным, счастливым, счастливым. Идея Бога, его политика, да, у него такая политика, удивительные перемены, и имеет обязательно сферу реализации, сферу политического управления. То есть идея Бога, его политика, да, у него такая политика, да, у него такие перемены, замечательные, замечательные перемены. И, конечно, это будет реализовано также через сферу политического управления. Как работает политическая сфера? Как Бог с добром приходит к каждому человеку? И мы видим его как бы поздравление, да, с Новым годом, его прогноз, к нам пришел к каждому. Вот этой сферой политического управления, добро пришло к каждому, вот эта волна доброты, любви которую она идет, она достигла каждого человека. И мы смотрим в сферу политику контроля мы видим, и ли мы увидим, что он, как он, с его успехов, с его дени, с его удача, с его бон Rogу, с его бонус, с его доброты, с его перемены, с его коллеги, с их феликами, с его крутость. И мы видим, в сфере контрольного политиках, мы видим, как эта гентильность, который он приводит, и достигает каждой человек.